Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня я хочу представить вам доклад на тему дифференцирования диагностики и лечения патологических переломов длинных костей. Патологический перелом есть перелом кости, измененный вследствие предшествующего патологического процесса. Данный патологический процесс может быть опухолевой и неопухолевой этиологией, и это обуславливает, собственно, наш конфликт интересов. Стабилизирующие вмешательства в порядке неотложной ортопедической помощи или диагностика с определением тактики лечения в зависимости от этиологии перелома. Опухоль костей составляет от 1 до 3% в общей структуре всех новообразований человека. Доброкачественные опухоли встречаются чаще. Из злокачественных опухолей преобладают опухоли метастатического характера. Свыше 1 миллиона онкологических пациентов в Российской Федерации имеют метастазы в кости различной локализации. В Российской Федерации на учете с злокачественными образованиями костей состоит 16 тысяч пациентов. В Республике Татарстан состоится 477 человек с злокачественными образованиями костей. Частота развития патологических переломов при опухолях костей составляет от 5 до 30%. Этиология первичной опухоли костей метастазы, гемобластозы с поражением костей, мейломы, лимфомы и опухоли, подобные заболевания. Особенности патологических переломов. И при первичных опухолях, и при метастазах кости, предшествующих из анамнеза у пациентов, становится понятно, что предшествует болевой синдром. При метастатическом поражении, при метастазах, поражение скелета в 68% случаев множественное. Наиболее частая локализация – бедренная кость. Консолидация переломов при первичных опухолях обычно не наступает. При метастазах встречается менее чем в 50% случаев в сроке от 6 до 7 месяцев. Патологический перелом как первичное проявление опухолевого процесса при метастазах кости составляет 9-29% случаев. При первичных опухолях зависит от морфологии опухоли. При гигантоклеточной опухоли, по данным отдельных исследователей, она может достигать до 90%. Угроза развития патологического перелома. Риск развития патологического перелома зависит от степени разрушения опухолю картикального слоя характера, опухоли возраста пациента и состояния костной ткани, наличия остеопороза. Перелом становится вероятным при разрушении картикального слоя в кости более чем на 50%. В случае метастазов в кости имеется шкала для определения риска развития патологического перелома. Шкала Мерель. Вероятность развития патологического перелома по данной шкале высокая больше 9 баллов, низкая менее 7 баллов. Самый основной метод и самый первый, собственно, который проводится с пациентом с подозрением на перелом опухолевой теологии – это рентгенологический рентген. Полипозиционная рентгенография свыше чем 80% случаев дает возможность заподозрить опухолевую причину перелома. На рентгенограммах оценивается и линия перелома, характера ЧГ, переостальная реакция, смещение отломков и оценка угрозы развития перелома и следуя его развития. Представим несколько примеров злокачественных новообразований с патологическим переломом. Также одним из важных методов исследования при патологическом переломе длинных костей является рентгеновская компьютерная томография, позволяющая оценить протяженность поражения кости, оценить мягкотканные компоненты, наличие гематомы в месте перелома, наличие прыгающих метастазов, отношение отломков к сосудистой нервному пучку и позволяет спланировать оперативное вмешательство. При подозрении на опухолевой теологии перелома важно в первую очередь выполнить морфологическую верификацию диагноза до проведения оперативного вмешательства. При установлении метастатического характера поражения кости и неудаленном первичном очаге важно также оценить характер поражения скелета, солитарный или множественный очаг и риск развития осложнений со стороны первичного очага. При обращении пациентов в непрофильное учреждение консультации онколога в обязательном порядке. Дифференциальная диагностика патологических переломов в длинных костях опухолевой теологии проводится с паратериоидной дистрофией, остеопорозом, переломом травматического характера, паразитарными заболеваниями и воспалительными заболеваниями. С нами создан алгоритм диагностики для пациентов с патологическим переломом при подозрении на опухолевую этиологию. Первое самоисследование, которое пациент проводит, это рентгенография, которая уже дает возможность заподозрить опухолевый характер перелома. Далее мы исходим из такой тактики. Параллельно вместе с выполнением спектра обследований проводится морфологическая верификация биопсии, которая может быть двух вариантов – трепанбиопсии и открытой биопсии. Открытая биопсия по современному стандарту проводится при трехкратном неинформативном результате трепанбиопсии. Исходной точкой для дифференциальной диагностики мы приняли возраст 40 лет. До 40 лет наиболее часто встречающиеся первичные опухоли и целью диагностического алгоритма служат стандирование заболеваний и оценка местного распространения опухоли. У пациентов старше 40 лет преобладающие патологии – это метастаз в кости. Есть уже дополнительные цели в диагностике – выявление первичного очага, степени уровня поражения скелета и наличие висцеральных метастазов. Патологический перелом – это осложнение, которое исключает пациента, в первую очередь при метастазах в кости, из программы комбинированного лечения. Первый год после развития патологического перелома от гипостатических осложнений прогрессирования на фоне отсутствия специфического противоопухолевого лечения умирает до 59% пациента. При патологических переломах конспекты оперативных вмешательств представлены сегментарными резекциями кости с реконструктивным этапом или без него, стабилизирующими вмешательствами, ампутационной хирургии, симптоматической терапии. Выбор метода лечения зависит от гистологического состояния опухоли, локализации переломов, степени распространения мягкотканного компонента опухоли и гематомы в случае привычных опухолей. Степени поражения скелета, наличия внескелетных метастазов и локальных рецидивов, чувствительности опухоли к лучевой гормонной химиотерапии и также ацематического статуса пациента. Вариант оперативных вмешательств при первичных опухолях костей, осложненных патологическим переломом. При опухолях низкой степени злокачественности вариант выбора является сегментарной резекцией с реконструктивным этапом или без него. При опухолях высокой степени злокачественности, наличии гематомы значительных размеров в месте перелома, смещении отломков, показанной ампутационной хирургии. То есть, то это говорится, что при развитии такого осложнения, как патологический перелом, при первичной опухоли на одном из этапов комбинированного лечения, возможно выполнение органа сохранных вмешательств. При опухолях гемопоэтического происхождения лимфомы и мейломы в рамках комбинированной терапии возможно оперативное лечение в объеме стабилизирующих вмешательств. При метастазах длинные кости осложнен патологическим переломом оперативные вмешательства представлены в большинстве случаев сегментарными резекциями с реконструктивным этапом или без него, стабилизирующими вмешательствами и ампутационной хирургии при наличии противопоказаний. К выполнению реконструктивного этапа и наличии мягкотканного компонента с распадом в случае плечевой кости. До сих пор актуален вопрос о лечении патологических переломов опухолиэтиологии в непрофильных лечебных учреждениях. В подавляющем большинстве случаев выполнялся оперативные пособия в объеме остеосинтеза. К сожалению, это приводит к таким трем моментам, как диссиминацию опухолевого процесса в мягких тканях. По ходу костно-мозгового канала, отсутствие должного комбинированного лечения и доступом в последующем осложняющем выполнении органосохранного радикального оперативного вмешательства. Несколько примеров оперативных вмешательств. Противопоказанием к органосохранному лечению служили значительных размеров гематом в месте перелома выраженный мягкотканный компонент опухоли с распадом, инвазию магистральные нервы, резекция которых вызовет значительное нарушение функции конечности соматической и психической сопутствия пищепатологии и ожидаемой продолжительности жизни меньше одного месяца. Метастазы в длинной кости осложнены патологическим переломом. В данном случае подавляющему большинству пациентов показаны оперативные пособия в том или ином объеме. Предварительно проводятся программные обследования с целью выявления внескелетных метастазов или первичного очага. Стабилизирующие вмешательства при данной патологии можно дополнить к скоклеации опухоли с остеопластикой. Наши материалы и методы преобладающие числом пациентов были с метастазами сольных опухолей в длинные кости. Оперативные вмешательства представлены сегментарными резекциями с эндопротезированием, сегментарными резекциями без реконструкции, остеосинтезами, ампутациями, экзотикуляциями. Это были оперативные вмешательства у пациентов с опухолями в высокой степени злокачественности. Спасибо. Завершаем. Здесь несколько клинических случаев. Лучше один. Здесь все понятно. И выводы. Отлично. Здесь к нам представлены функциональные результаты лечения пациентов. Преполадающие в большинстве они хорошие и удовлетворительные. Выводы. Выбор оперативного пособия при патологическом переломе опухолевотиологии зависит от морфологии опухоли, локализации перелома, стадии заболеваний, чувствительности опухоли, химио, гормонорадиотерапии, соматического статуса пациента. Всем пациентам с патологическими переломами показано ортопедическое пособие в том или ином объеме. Сегментарная резекция с реконструктивным этапом на фоне комбинированной терапии показали хорошие функциональные результаты. И учитывая наличие модульных систем, различных вариантов систем для стабилизации в настоящее время, показания компутационного мешать значительно ограничивались. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Анна Юрьевна. Вопросы к Анне Юрьевне. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот было 17 стабилизирующих операций, а потом вы оперировали повторно этих больных? Были повторные операции у них? Нет, это были пациенты с миеломной болезнью, с миеломной болезнью с элитарной плазмоцитомой, которые получали дополнительное лечение, и пациенты с метастазами. То есть они получали комбинированную лечение. Да, у нас запомнили. У кого есть вопросы? Нет, спасибо, Анна Юрьевна. Садитесь.